Здравствуйте, друзья! Сегодня на обзоре у нас нож от Kisler Supreme называется он Shark Shark в стали пиджакей Вот так вот он выглядит в ножнах Вот так он выглядит на поясе Нож такой довольно красивый Мне он очень понравился и удобный Так, давайте сначала по ножнам пройдемся Ножна у него кожа Сливное отверстие у них присутствует Вот оно Ну и вот такое вот изображение акулы, собственно в переводе с английского Shark это означает акула Вот, то есть такие вот ножны красивые Все очень хорошо и качественно сделано все швы аккуратные клепочки, но по ножнам есть один нюанс Ножны, друзья мои вот эти лучше всегда держать застегнутыми если только вы не носите его ну, ножны двухподвесные жесткий, соответственно, подвес вот он и свободный вот когда вы носите на свободном подвесе ножны лучше застегивать всегда вот этот фиксатор держать застегнутым потому что если его расстегивать то нож может сделать вот так и вы, не дай бог ну, держится он в принципе неплохо иногда но я просто уже чуть-чуть разносил так держались нормально ну, сами видели, что можно выронить их и, ну, не дай бог пораниться где-то в лесу это, ну, чревато поэтому будьте осторожны на жестком подвесе, да они никуда не перевалятся и ничего не будет ну, не вывалится не забывайте так, по ножнам все вроде как я вас предупредил вот нож нож из стали пиджакей вот по-моему, 62 две единицы по роквеллу ссылочку на нож на сайте Кизляр Суприм нет, не Кизляр Суприм на сайте на, пардон ну, и на Кизляр Суприме его можно приобрести но есть такой замечательный магазин Мистер Чили вот я на него вам ссылочку как раз оставлю там замечательные цены в этом магазине вот то есть там ну, на порядок ниже чем в других магазинах интернетовских там ссылочку оставлю посмотрите я думаю, вам понравится магазин шикарный и консультанты грамотные изумительно в принципе Тарис там в последнее время вот я просто раньше про него не знал теперь вы тоже знаете вот рукоять ножа дерево орех ремонтопригодный нож что мне нравится в лесных ножах то есть откручиваются соответственно болтики вот и можно если что случилось с рукоятью заменить ее или маслицем пройтись промазать нож требует ухода сталь пиджикей она ну не прямо у вас нож ржаветь будет постоянно но все-таки лучше его если на долгое хранение там куда-то его кладете лучше с маслицем смазать ну я бы листолом пользуюсь так вот тут шарк написано соответственно кизляр supreme made in russia что свидетельствует о том что нож сделан в россии рукоять офигенно удобная то есть тут еще я беру его даже место остается в рукавицах каких-нибудь даже в больших будет удобно чел здесь совершенно не лишний вот этот выемка то есть для мелких работ удобно мне ничего не наминает я не знаю тут люди говорили ой наминает ой плохо не знаю мне вообще комфортно им и строгать и все делать то есть ножом я уже успел попользоваться кончик здесь толстый обух кончик ковырятельный можно даже я не знаю березовый сок добывать мне кажется ковырнуть вот как лица кто во что гораст ну что же давайте им поработаем построгаем где тут моя супер палка совершенно случайно оказалась такая палочка но я чуть-чуть тут уже построгал ну давайте вот здесь по новой ну я вот берусь мне так удобно может кому-то удобнее так ну вообще далековато конечно руку подкручивает так вот но Виктор Агре учил нас строгать как этим ножом вот таким образом берешься за чоя вот как курок ну палец как будто на пусковом крючке там оружие у вас и вот так вот вот так вот вот так вот строгать ну поскольку мне ничего не наминает я строгаю вот так что хоть это за дерево в интернете глядно какая-то твердая ну нож врезается хорошо попробуем палец у меня приболел еще нагрузка я нормально взяться не могу ну ладно это велика попробуем силовой рез так сейчас опа 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 ну как бы не очень удобно если честно мне это делать я строгаю вот так когда то есть строгануть можно таким образом все что угодно и пошел то есть сами видите нож врезается вообще шикарно таким образом перестрогать можно любую фигню так что кажется берите на вооружение вот вот это я понимаю силовой вес мне даже понравилось классно так оператор у меня Татьяна если что претензии к ней так ну что по батонам это же нож все таки у нас такой туристический так ну в принципе вдоль любой нож деревяху распустит в принципе не проблема а вот поперек давайте попробуем итак аккуратнее а то что слетать будет деревяще поехали вот он срез чистый вот собственно без труда можно было конечно мне и посильнее ударить ну что попробуем снять кору кончик острый я думаю труда не составит ну врезается хорошо врезается хорошо ну вот он разрез как бы режет нож шикарно прямые спуски от обуха то есть не вогнутые поэтому ну вот перо перо мне тут нечего сделать вся древесина мокрая но тонкую стружку он делает нормально как бы придется наверное поверить на слово потому что что-то я к сожалению стружку он делает хорошо то есть огненное перо он делает шикарно то есть горожих и костра так что еще им сделать даже не знаю ну веточку какую-нибудь отсечь он справится о лес нужно прорежем то есть вот такие действия сделать им очень удобно то есть нож не дает не дает ему вот этот вот хвостик вылететь из руки то есть такие трубящие удары делать им удобно ну и допустим для шашлыка шпажку сделать обух работает шикарно то есть вот палочку мы очистили обух острый фаска не снята покрытие здесь так вошь в принципе стойкая сейчас очищу ну вот после батонинга ну практически ничего с ним не стало вот так режущую кромку бумажку я естественно забыл но у меня есть то что другое попробуем ну вот доказательства как бы нож острый бреет за милую душу только рубка какая не знаю вот ну попробуем порубить ну рубит он шикарно вообще никакой трудности во первых размер ножа позволяет длина рубить рычаг большой вот ну и не вылетает я не знаю видел я обзоры где что-то он кому-то там наминает оба кстати толстые можно что-то сделать типа ну когда мясушка режете например косточку какую-то путем надавливания вот так вот раздавить ну перерезать там курятин или что-то такое вот то есть обувь толстый руке удобно такие действия выполнять то есть никаких проблем никаких наминаний ничего там нет вот ну вот такой нож шар мне очень понравился нигде ничего не наминает мне ничего не намяло не знаю может у меня руки нечувствительные мне нож понравился очень шикарный практически ну нравится очень советую приобретайте ссылочку на магазин мистер чили я оставлю в описании заходите приобретайте выбирайте хороший магазинчик и замечательный нож всего доброго